приветствую вас друзья как вы уже поняли из названия речь сегодня пойдет о марке и о классе бетона а также о том какие между ними есть различия я бы мог просто сказать что марка это средняя прочность бетона а класс это обеспеченная прочность бетона и на этом закончить но вопреки этому я подробно разберу что же это такое какие между ними отличия какие есть тонкости и нюансы вообще марка бетона это такое лабораторное понятие то есть при лабораторных испытаниях когда различным организациям надо сравнивать результаты по разным составам друг с другом применяется марка то есть средняя прочность это нормально и это логично однако при расчете любых строительных конструкций с бетона обязательно используется его класс прочности и использовать терминологию марка бетона на строительной площадке является признаком не очень хорошего тона в чем разница между маркой и классом что же такое это обеспеченность я поясню сейчас на простом наглядном примере допустим вы живете где-то в средневековье вы продаете какие-то столбы которые имеют среднюю прочность допустим 100 килограммов то есть 100 килограммов это марка вашего столба однако на на одну тысячу столбов имеется один столб с прочностью скажем 50 килограммов то есть и самый слабый столб и один столб наоборот супер прочность 150 килограмм и распределение прочности остальных столбов от минимального до максимального носит характер нормального распределения это математическая статистика не будем сейчас вдаваться в ее дебри то есть вот такой вот график и перед вами стоит задача какую прочность заявить для вашей продукции есть несколько вариантов первый вариант вы заявляете среднюю прочность то есть 100 килограммов и что получается поскольку данная функция носит абсолютно симметричный характер то половина столбов у вас будет прочнее среднего значения половина наоборот меньше то есть все половина всей вашей продукции будет отбракована и вам естественно за такой подход к бизнесу надают по шее второй вариант вы назначаете для своей продукции минимальную прочность то есть 50 килограммов и в принципе все хорошо прочность всех ваших столбов удовлетворяет заявлены то есть больше минимального значения ну плохо то что вы намеренно занизили характеристики вашей продукции ведь среднее до значения 100 килограммов а вы взяли и минимальное назначение и человечество уже относительно давно давно пришло к третьему к такому не компромиссному варианту использовать обеспеченную прочность что же это такое если представить что площадь вот этой фигуры то есть интеграл этой функции интеграл этой функции от минус бесконечности до плюс бесконечности равен единице то класс прочности и обеспеченная прочность это та отсечка от которой площадь этой фигуры в правую сторону то есть интеграл грубо говоря вот от этого икса до плюс бесконечности равен как раз нашей обеспеченности то есть если у нас обеспеченность равна 0 95 процентов то площадь вот этой фигуры от вот этой вот отсечки должна равняться как раз 0 95 и на нашем примере допустим это будет 80 килограмм и все все хорошо все замечательно то есть 95 процентов столбов имеют прочность выше чем класс данного столба то есть 80 килограмм и лишь пять процентов вот этот вот небольшой участочек имеет прочность ниже класса то же самое и для бетона еще какой момент если мы возьмем какой-то один допустим состав бетона и отдадим его на сотню различных предприятий то марка этого бетона по этому составу будет одна и та же но класс бетона абсолютно для каждого производства будет свой то есть класс бетона это статистическое понятие поясню еще на одном примере допустим вы работаете по составу и изготавливаете бетон при помощи бетономешалки а естественно у вас вот эта функция нормального распределения она будет широкой то есть у вас разброс свойств будет очень большой марка допустим м 300 это первый вариант второй вариант мы возьмем какой-нибудь среднестатистический завод у него марка будет опять то же самое но функция будет уже поджать и потому что там какое-никакое оборудование взвешиваются на весах функция допустим будет уже вот такая марка та же самая м 300 и возьмем третий вариант какой-нибудь высок высокотехнологичный завод и используются мытые заполнители где все прям точно взвешивается прям там все идеально как швейцарском банке и там данная функция она вообще будет иметь как бы вот такой вот жатый вид и обратите внимание что допустим средняя прочность для каждого из трех производства на одна и та же соответственно марка одна и та же а теперь возьмем определим примерно класс прочности для каждого из производства для бетономешалки для ручной видите разброс достаточно широк поэтому отсечка которая определяет обеспеченность 95 процентов она будет ну далеко от середине стоять и здесь к примеру класс будет b22 с половиной для среднего завода отсечка уже будет стоять поближе к середине здесь класс уже будет b25 а для высокотехнологичного завода отсечка будет фактически приближаться к марке и она будет тут примеру b27 с половиной то есть видите три разных производства одна марка и разные классы вот я еще раз говорю что класс это статистическое понятие для расчета конструкции используется именно класс но теперь три очень важных замечаний одно такое большое дополнение у нас россии как всегда все достаточно тупо и у нас вас буквой бы обозначить определяется по формуле марка умножена на вот этот коэффициент здесь коэффициент вариации умножены на обеспеченность по техническим условиям по моему коэффициент вариации 13 с половиной процентов обеспеченность 95 процентов соответственно переходный коэффициент от марки классом если вот отнять от единицы произведения вот этих двух величин он будет в районе 087 и что получается у нас для того чтобы определить класс прочности не надо заморачиваться ни с какой статистикой надо просто тупо открыть таблицу и сопоставить с нашей маркой класс бетон и все то есть мы упускаем сам смысл понятия класс бетон естественно такой коэффициент например для каких-то предприятий которые выпускают очень стабильную продукцию он их просто будет не устраивать если у них здесь коэффициент вариации 13,5 на 5 процентов у них фактически класс прочности бетона может может соответствовать марки да грубо говоря марка 300 и класс бетона б 30 поэтому вот у нас как раз этим не очень все гладко но я по крайней мере не слышал чтобы где-то на предприятиях велась какая-то серьезная статистическая работа и чтобы класс бетона действительно назначали исходя из статистических данных конкретного предприятия и не исходя из вот этих вот таблиц которым уже там по 50 лет второе замечание не следует путать класс и марку цемента с класса и маркой бетона цемента разница между классом и маркой состоит лишь в единицах измерения марка килограммы силы на квадратный сантиметр класс в мегапаскалях и при испытании цементов его прочность должна быть не ниже чем марка или класс в соответствующих единицах измерения у бетона здесь как видите принципиально разница в понятиях марка и класс третье замечание я сказал что обеспеченность для классов нашего бетона составляет 95 процентов но это не значит что пять процентов конструкции будет отбракована на самом деле там смотрите какая ситуация допустим если бетон марки n350 то его класс по таблице b30 по своду правил которые железобетонные конструкции sp52 101 по моему нормативное сопротивление рбн для класса б-30 составляет 22 мегапаскаля а расчетное сопротивление исходя из которого рассчитываются уже конструкции составляет составляет 17 мегапаскалей как видите фактически расчетное сопротивление в два раза меньше чем средняя прочность бетона по большому счету запас огроменный в железобетонных конструкциях я не говорю про коэффициенты ответственности здания про коэффициенты условий работы про коэффициент надежности по нагрузке в общем там еще туева куча различных коэффициентов и по факту железобетонные конструкции имеют запас прочности там 20 30 40 50 процентов это тоже очень важно понимать и сейчас про важное дополнение речь пойдет про про каменные конструкции это свод правил по 15 13 330 раньше были снег и сейчас своды правил он так и называется каменные армокаменные конструкции так вот что там при определении расчетного сопротивления кладки используется марка раствора и марка кирпича то есть получается как так ведь раствор это по большому счету тот же самый бетон только мелкозернистый у него по идее должен быть тоже класс но там прочность кладки определяется исходя из марки кирпича и исходя из марки раствора то есть там таблица идет столбик идут значения марки для кирпича строку для раствора и на пересечении там уже определяется расчетное сопротивление кладки почему так все просто кирпич это мелко штучная продукция как по сути дела и стеновой блок и в огромном массиве стены этих кирпичей этих блоков там десятки сотни тысяч и по большому счету не имеет значения какой разброс свойств у них в огромном массиве их прочность усреднится поэтому как раз для расчета сопротивления кладки как раз используются марки возникает второй момент почему у газобетона есть и класс и марка например если газобетон m35 то класс у него b20 b2 с половиной стеновой блок хочу отметить та же самая теплая керамика у нее только марка классов нет почему так есть опять же если подумать то мы найдем логичное объяснение из газобетона можно из газобетона могут изготавливаться какие-то конструкции например новосибирская фирма сибит они изготавляют панели перекрытий там длиной по моему двух и четырех до шести метров включительно из газобетона так вот для расчета конструкции должен использоваться как раз класс если мы говорим про штучные изделия про сопротивление какой-то кладки из это единичных элементов то тут используется марк вот эту разницу важно понимать если у нас например кирпичи будут из бетона и мы из этих кирпичей бетонных будем стену возводить то соответственно для определения сопротивления до стены мы будем использовать опять же марку бетон и на строительной площадке на строительной площадке повторю еще раз считается правилом плохого тона используя понятие марка бетона потому что но это не о чем по большому счету единственное свойство которое определяет однозначно прочность бетона это его класс вот как то так ну еще наверное сниму одно-два вводных видео про бетон таких вот коротеньких и потом наверное принципе почва уже готова для такого глобального главного видео о бетоне конкретно о подборе состав для обычного тяжелого бетона на этом у меня все благодарю что досмотрели пока и и Субтитры подогнал «Симон»